Второй коньяк Да, что вы писать? Я? Я, верно, нет, болеет Ну, я что? Ты как это, как бы позвониться, я? Я за что? Меня? За что? Я-то за что? Я съемкой занимаюсь Я такой, Виктор Андреевич, у меня небольшое слово было Да, конечно Это радостно слышать даже от брата, что у него есть слово Слово-ка, слово Ты руку подними только, чтобы напомни Ладно? Ну что, все желающие зашли? Нет, еще Нет, еще Нет, еще заходим Зачем? Да, радка, иди сюда Иди, иди сюда Смерть можно читать? Нет, сюда, сюда Просит тебя, брат Просит, просит Так, 6.16, 7.1 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дush Продолжения следует... Д bow-dee Продолжение следует... Ответ наш небесный! Дмитрий Чудесный, Голубей Техник, передать истину Твою, изречённую Святой Библии, людям, не знающим её, погибающим в этими неведениями. Тебе слава, Салам, Отцу и Святому Духу, ныне, всегда и во веки, в веках. Аминь. Сегодняшнее евангельское чтение. Точно это? Да, да, да. Второе коринфянское браку отдал. Второе коринфянам, 6 глава, 16 стих. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо храм Бога Живого, как сказал Бог. Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Проколание. Неверная суть храмы идолов, или даже самые идолы. А вы – храм Бога. Не того, о котором они башни словят, но живого. Итак, какая совместимость, то есть подобие, сходство между ними и вами? Вопрос. Дабы не показалось, что льстят. Писанием подтверждают, что они храм Божий. Обитание в нас Бога обуславливается чистотой жизни. Нахождение его в нас приобретается старанием. Ибо Бог живет в человеке тогда, когда он чист. А когда он побуждает его к другому какому-либо делу, говорится, что он входит в нем. Он с большой буквы. Это значит, когда Бог бывает его Богом, то он вступает в чин патриархов. 17 стих. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Толкование. «Не сказал, не делайте глупости, но и не прикасайтесь к ним». Нечистота же бывает двоякая, двоеточие, телесная и душевная. К душевной относятся нечистые помыслы, нечистые взгляды, злопамерство, обманы и тому подобное. А к телесной нечистоте относятся блуд, прелюбодеяние и всякое плоттоугодие. Итак, хочет, чтобы мы были чисты и от той, и от другой нечистоты. Выйдите из среды неверных и отделитесь, то есть живите отдельно и будете чистыми, и тогда приму вас. «Ибо когда отступите от пороков, тогда соединитесь с Богом». 18 стих. «И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и тщерями», говорит Господь Сидержитель. «Толкование. Видишь ли, как пророк давно предсказал о нынешнем возрождении и усыновлении, совершающемся в нас через крещение?» Пояснение Игнатия Игнатича Латкина. Всюду, где говорится о спасении через крещение, говорится об этом таинстве, как о завершающей стадии рождения свыше, принятие Христа в свое сердце, полного перехода на сторону Христа. «Сегодняшние же крестители» в кавычках все сводят только к самому акту крещения, совершенно не научив ничему предварительно людей. И такое отношение к крещению, и само крещение есть ложь». Конец цитаты. Глава 7, стих 1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в храме Божьем». В страхе Божьем. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, какие обетования?» «То есть, что мы – храмы Божьи, что в нас обитает и ходит сам Бог и Отец. Очистим себя от нечистых дел, ибо это означает скверно плоти, и скверных и страстных помыслов, ибо это означает скверно духа, то есть души. «Недостаточно, говорит, удерживаться от нечистоты, но должно делать нечто доброе – святыню, то есть чистоту целомудрия, присовокупил в страхе Божьем или потому, что есть целомудрие, сохраняемое из человекоугодия, а не из страха Божия, или для того, чтобы показать нам, как должно сохранять оное именно в страхе Божьем. Ибо как невелика сила плоти, но имеющий страх Божий, и победишь ее неистовство, под святостью разумения, одно целомудрие, но и вообще всякую чистоту в жизни». «Аминь». «Слогу нашему славу во веки! Аминь». «Аминь». «Там ситуация очень сложная. Непонятно, почему такая динамика, негативная, отрицательная динамика. Поэтому надо молиться, вот еще предстоит обследование дополнительное, МРТ нужно будет сделать и выяснить, что там связано с чем. То ли надо будет еще повторно оперировать, накладывать на нее, нужно будет шмот или еще что-то». «А когда была операция? Летом, да? Полгода, то есть уже прошло?» «Да, прошло больше. Полгода прошло. Вот еще о болящих. Упомянули Устинов, да, он уже у нас лежал в больнице нашей Кривой. А начиналось все тоже с Мамонтовской ЦРВ, потом онкориспансер, потом консультация грудного хирурга. Грудной хирург отправил домой, потом пришлось опять его госпитализировать. ЦРВ, оттуда уже перейли к нам. В общем, такой вот футбол пока до сих пор продолжается. Потому что МРТ на него на прошлой неделе был приступ удушья. В общем, сейчас он на гормонах там ЦРВ. «Так диагнозы не поставили? Что он в итоге-то?» «Там у него сложно было. Там была пневмония, потом осложнилась еще дополнительно грипповая инфекция, поэтому противогрипповое лечение тоже получал он. Но теперь уже вот, видимо, астматический такой компонент. Но пока не видно. Это, конечно, может быть и верхушкой. Бывает так, что такие ситуации связаны именно с тобой. А вот скажите, грипповая инфекция-то после антибиотиков, да? Что-то пневмонии лечили или что? У меня у мамы тоже было. Чаще, да, после лечения антибиотиками. Ну, значит, там тоже антибиотики, но они уже направлены на другую инфекцию, на гриппковую инфекцию. Так, еще? Любовь Петровна. Любовь, да, Петровна? Да, Любовь Петровна. Молитесь о них, о сестре, чтобы Господь помог ей веру приобрести, сестре. А чтобы укрепил веру у Любови Петровны, потому что в такой ситуации сложно не сорваться. Я вот когда вспоминаю свое пребывание в инфекционном госпитале, когда было горит, помню слова, что страдающий плотью перестанет грешить. Ну, вот страдал плотью, а продолжал грешить. Грешить почему? Потому что были такие товарищи, в кавычках товарищи, в Папалате, которые заставляли беспокоиться. То есть они не давали покоя никому. В том числе и мне. Там радио, там телефоны бесконечно. Поэтому приходилось как-то, ну, его, во-первых, успокаивать, увещевать, и к самому приходилось как-то приходить свое волнение, мягко говоря. Раздражение. Раздражение, да. Ну, а сияется, естественно, как говорится. Замкнула пространство. Да, да. Любовь. Людмила Степановна тоже болеет. Помоги ей, Господи, да. Славность. Ее, Людмилу, упоминали в списках? А мы всегда за нее молимся. Мы молимся, да. Уже теперь второй год болящая. Вот. Маргарита появилась на двух лямузинах, приехала. Молодец. Марьера. Вот, надо сказать про Гарину Николаевну. Она, может быть, надо увещевать ее, потому что, наверное, в своей вот, может быть, чрезмерной стеснительности не хочет прибегать к услугам братьев. А вот сегодня она шла, я прям очень переживал за нее. Ну, это просто лед. Это зеркало просто. Как она вот, у меня хорошая подошва, у меня натуральный каучук, я все, я как иду. Я не скажу. Ее даже, когда и сухо подвозить, она наоборот говорит, нет, я же сижу дома, мне ходить надо, я хочу пройтись. И ее невозможно посадить в машину, чтобы даже до остановки довезти. Она не соглашается. Мы все время ей предлагаем. Хорошо, когда нет такой дополнительной опасности. А когда вот здесь вот вы можете разбиться, как стекулярная ваза, хрустальная ваза. Я еще хожу. Ладно. Молодец, конечно. Пример для многих. В ее возрасте уже многие дома сидят и причащаются на дому. Так, где твои братья, расскажу. В старшей сегодня на службе, а младшей заболел. В температуре? Да, жалуются сильно. А Иван на службе? Иван на службе, да. Расскажи, как ты-то учишься. Да, у тебя как? Ты же завершаешь нынче учебу? Все, все еще сдало. У нас нет, кстати, у нас как заканчивается получается какой-то курс, сразу мы сдаем дефицитированный занят. Цикл у меня очень. Еще сдаешь, хвостов нету? Нет. Сейчас диплом будем писать, все сидеть. Намерение поступать куда-то еще есть? Да, есть. В этом году нет. Я бы дала на переподготовку еще, на операционное дело хочу пойти. Ну, сейчас пока учусь, еще у нас скидка в 50% на переподготовку, она платная. Но еще я договорилась, возможно, с целевой получится. Селевое в институт? Нет, целевое в переподготовку. На кого ты наполнила? На операционное дело. Да. Да. Ну, она будет пытаться и в институт поступать, но если она не поступит, у нее уже будет весной, вот это пройден цикл, и она сможет... То есть она может тут устраивать уже в операционную? Да, если она пройдет эту специализацию, и параллельно, даже если поступит в институт, у нас в операционный блок, по-моему, у нас, например, на 50% состоит из студентов. Всегда растрибанная. Да, там всегда. То есть, в основном санитарами, конечно, но если после колледжа они имеют право работать. Специальность надежды, все время ищет, не хочешь научиться и быть ей сменщицей хорошей. Чтобы ей быть моей сменщицей, у нее уйдет минимум 9 лет учебы. Вот через 9 лет она сможет. Именно поэтому мы не можем найти вот так вот. Нам пришел врач-окулист, но мы не имеем права сделать из него трансфузиолога. Не имеем по закону. У нас есть такой брат, который говорит, ну и что ты врач, а я сантехник, и что, какая разница между нами? Ну, понятно, какая разница. Ты вот получился на сантехнике и работаешь, и работаешь себе, а мы постоянно должны учиться, каждый день. У нас так называемое непрерывное медицинское образование. непрерывное. Аккредитация, и портфолио, и все это. Да-да-да, и бесконечно это... Каждый день. Нужно учиться. Да. Вот сколько я живу после учебы в институте, столько учусь. Нужно учиться. Причем это каждый день нужно учиться. Новое. Так, ну и итог, какой... Да, вон брат поднимал руку, он мне просил слово дать. Слушаем, брат, редкий у нас. Просьба такая, да. У кого дома есть вот такие вот банки, жестяные, вот от такой баночки до литровой, можно чуть поменьше. Из-под чего? Из-под молока сгущенного, зеленого горошка, кукурузы, фасоли, подойдут. Анас. Консервы им пользуют. Вот такие вот. Понятно. Вот. Приносите сюда оставшиеся. Вот. Для чего они нужны? Это будут делать из них свечи, заливаться воском, воском, и делать свечи. Рафином. Свечи для окопов на войну. Большая нужда. На передовой линии, кто находится, костер нельзя разжигать. Из окопа сильно не вылезешь, там голову не высынешь. Сильно вот. Чтобы у них, они пользуются такими свечками. Там можно повыше баночка, там это, или, ну, не есть под консервы там рыбные, вот именно такие вот баночки пустые, вот. Они очень там помогают, очень большим спросом пользуются. На них можно и согреться, пока во время там это, пока это отдыха там, передышки. Можно ее зажечь. Она не будет коптить, там придумали, как делать, чтобы они не коптили свечи, как обычные. Ну, то есть чистым воском заливают их. Вот. Можно руки согреть. Можно, значит, чай вскипятить там, прямо на дне окопа. Там, в общем, для окопа блиндажей, в общем, на самое передовое они уходят. Для наших алтайских воинов. Там наши, там два батальона, что ли, там сейчас воюют. Вот. Поэтому, у кого есть баночки, приносите сюда. Я их буду забирать и передавать там, кому нужно, кто этим занимается. Края кто будет завальцовывать? Края, кто может края завальцовать, и если они будут не завальцованы, я завальцую сам. Хорошо. Вот такая просьба. Передайте, кому, кто сегодня не был, тоже передайте, кто там общается. Так, еще? У кого есть слово? О болящих, о наших нуждах. Все сказали? Как брат Игорь там. Вот благодарность из окопа. Как свечками этими осогреваются. Понятно, понятно. Мы поняли, брат. Благодарят. За модёжный тыл. Вот они горят, эти свечки. Насквозь промокшие ботинки. Мы поняли, брат. Поняли. Что там, брат, строят или что? Строят. Ну, хорошо. Поклоны не передавай. Да, Дебуновых нет, но приболели, так что помолитесь о них. Они сильно заболели. Я разговариваю с Мариной, она не сказала, что так уж прям сильно пластом лежат, но оно болеет. А Сергей? А Сергей, вот про Сергея надо узнать пока. Кто-нибудь, может, наберете, по кому будем говорить. А он звонил сегодня. Звонил? Да, я тоже болею. Значит, Сергей тоже. Мальчим Павловна выстроила, ну, гололёд. Ана Борисова. Кто может Людмила Степановна навестить? Давно уже у нас не было. Можешь навестить? Хорошо. Так, ещё кто у нас болящий? Алексей Семёновича, помните, да? Я постоянно говорю о нём. Алексей Семёнович Семёнович Семёнович. Он все наши собрания смотрит, пребывает с нами, как бы. Слава Богу, его жена, которая много лет противилась, она теперь даже его будирует иногда, побуждает. К молитве? Ну, к молитве и к восхищению храма. Наталья её имя. Дивное дело той, Господи. Так, ещё у кого есть? Все выдохлись, вам слово. Во-первых, тут уже говорить некому разошлись. А во-вторых, всё сказано больных. А жизнь маленько поговорить. Месяца четыре, наверное, назад, три. Предложили издать у нас проповеди о воскресе Святой Библии. Все проповеди найти, и которые новые появляются. Новые, которые не напечатаны, примеры, 300 проповедей. А там уже несколько тысяч из этого. Мы, вот то, что я говорю, это надо перевести в буквенное выражение, в вор. И практически уже заканчивает. У нас тут крещение принимала одна армянка. Анаит звать её. А теперь её звать и вора. Ну, столько же в ней энергии. И она нашла работников, человек семь, которые помогали это делать. Больше её никто не сделал. Ну, и она за всё это, кажется, взяла ответственность. И сказать, чтобы повторов не было. Сейчас перешли к корректуре. Нам нужно найти людей, может, среди вас, которых с русским языком всё в порядке. То есть я ссылаю вам в писанном виде буквенное выражение. И теперь это надо освободить. Ну, от того, что они спечатаны не пойдёт. Где непонятно, что поставить три вопроса. Этим я буду заниматься, потому что я знаю, о чём говорил, там буду вставлять. Мне нужно найти сейчас хотя бы человек пять хорошо знающих русский язык. Знаки припинания и прочее. Там есть старшая одна, Ирина Кондратюк, из Белоруссии. Очень интересная женщина. Недавно принимала крещение. Священники договорились. И стоит кадушка такая вот, наверное, ширины, деревянная, в обруче. И она туда заходит, а священник стоит. И она под воду и пошла. Вот сколько, вот раньше говорят, ну раньше, вот видите, у нас как было. Раньше только через занятия новые люди приходили. Ну, а теперь ограничена у меня сфера влияния-то. На университет это нету. И людей нету. А остальные там не трудятся. Ну, сколько времени ты работаешь? С работы хоть один уверовал? По порядку себя, переберите. Но дело в том, что сейчас, оказывается, сфера более расширенная. Это тогда за год было, 26 человек пришло сразу. Сегодня 26 может за день прийти. А если это взять за год, до последних годов, когда у нас университет уже нам не помогает, речь идет не о сотнях, а о тысячах людей, которые пришли по знаме. И поэтому, если бы это люди были рядом, а не из других стран, не из других городов, но мы здесь не поместите, мы на несколько домов таких. Это милость Божия. Все новые и новые люди приходят. И помогают. Вот, которые переводить было, где-то 60-70 человек высказались, помогали. Им проповеди откидывали, а они теперь их переводят. И всех большой урон нам нанесло то, что поверили, что будто бы техника может переводить. Некоторые говорят, вот включишь, и вот слова наши, она переводит в письменном виде. Перевели такие, что теперь не знаем, что там было. Другие слова, она не знает техника, и теперь категорически запрещено. Где-то она может помогает, а в нашем деле она все на вред пошла. И люди прям, что ж теперь, брат, как эта каша пришла она. Она переводила. Ну а кто она-то? Никого нигде нет. Значит, ну сейчас мне приходится каждую проповедь заново проходить, устранять какие ошибки. И я практически в последнее, сам один взял, примерно 100 проповедей подготовил к печати. Там еще 200. Это большая-большая работа. Я в 3 часа ночи, бывает, уже начинаю работать. Это работа. Ну я и архиерею сказал, молиться будет. Это вот у нас книги, которые лежат, они все по 752 странице в каждой. А вот там проповеди в стихах, 4 книги, по 882 страницы. И эти, которые сейчас готовим, будет уже не 4, а примерно 6 книг. 6. И каждой книге будет 1150 страниц. То есть, материал громаднейший. Просто не выскажешь. Но это и книги будут. Название какой везде корочки проповедь. Во свете Святой Библии. Везде одинаковое название. Таких названий никогда не было. Ну и сразу показывает, что все основано на Библии. Если кто не знает, я вам эту новость скажу. Новость очень хорошая. Вы знаете митрополита Иллариона Алфеева. Его сослали по какой причине? Сослали. Отправили в Венгрию. В Венгрию, да? Ну и вот теперь говорят. Это я недавно интервью давал. Как это надо рассматривать? Что за этим идет? Это связано с одним делом. А теперь там. И теперь они оставляют фигуру. Ничего не запятанного где-то. И он объявил сейчас. У него началась работа. Он хорошие ролики ставил. О дьяволе. О нечистосиле. Я не знаю сколько он. Вон подойдет. 15 наверное роликов поставил. Сейчас он ставит то. Библия в течение года. Вещь неслыханная. Патриархия. Библия на первое место выходит. Выступает патриарх Кирилл. Вот недавно это было. И прямо ставит вопрос. Кого поставить главным. Чтобы Библия была распространена. И поставили Геннадия Пастора. Вообще даже вообразить нельзя. Алмилуя. Вот что мы говорили. Все перед Богом стало. И Господь дал. Алмилуя. Даже вообразить нельзя. Кто и как. И мы-то как раз об этом. Во свете Святой Библии. Столько лет это говорить. Я не могу выразить словами. Какая внутренняя радость. Я-то уже списанный считаю. Тут простая маленькая. И все. Но главное. Сейчас конкретно нам нужны люди. Хорошо знающие русский язык. Геннадий Павлович. Геннадий Павлович. Геннадий Павлович. Геннадий Павлович. В наше время столько информации. Можно в любой момент сомневаешься. Позвони. Спроси. Открой. Это было бы желание. Кто? Мы никому не можем доверить. В большом деле. Только свои люди должны быть. Верующие. И ничего не там такое. Перебедут. Столько напишут. Одно слово. И никто проверять не будет уже. Нам просто времени нет. Но сегодня подходит. Чтобы не обиделись. Подходит одна сестра. И дает средства свои деньги на издание книг. Одну тысячу. А нам требуется примерно 9 миллионов. Стоимость для нас абсолютно неподъемлемая. Будет может. Так примерно. Все. У нас ни средств ничего нет. Но мы готовим и готовим. Вот теперь надо. Выправить все. И сразу уже будут формировать. Тогда уже конкретно. Типография. По всей вероятности. Это будет под Москвой сдавать. Можайск. Прошлый год. Только за подоставку сюда. 220 тысяч отдали. Тысяч. Только что привезли. Но нынче железной дорогой там подержали. Дешевле вроде было. Где другие делать? Не я. Нам нужны люди хорошо знающие русский язык. А где бывает там плохо слышно или что-то. Три вопросительные знака. За ними я прохожу. А за мной проверку. Желаете, чтобы это Ирина Кондратюх прошла. Книги эти неодневки будут. Эти книги будут настольными книгами. Вот которые к истину православия-то и знали. Я под этому митрополиту подарил. Как-то их открыли. Дальше они в любом месте откроют. Я один раз беседовал с главным банкиром Алтайского края. Вы знаете кто? Вот. Ну и... Ставил, говорит, что пришел. Дал ему книги давал. А он открыл. Я сижу, говорю, Владимир Федеримонович, он, встань, тут как раз написано то, что мне надо. Люди находят то, что надо. Я не банкир. Но там оказалось, все речь идет о МОНе, о деньгах. И он... Я сижу, а мне деньги надо выкупать книгу. И нужно... Сколько тогда было? Заплатили? 52 тысячи осталось заплатить. Это... Вот это вот все мне обошлось сегодняшними днями 55 миллионов. Миллионов. И вот он интересно. Что хотели сказать? Это надо книгу покупать или нету. Заметь, что он в шкаф большой, он туда в шкаф этот залез. Я ему не сказал ничего, он вытаскивает оттуда 50 тысяч килограмм встал. Ту же машину, чтобы меня до дома довезли. Вот, пожалуйста, ты же ни того слова не скажешь, Бог все берет на себя делать. Нам нужны сейчас люди хорошо знающие. Пусть даже он какой попал, будет человек. Больной, нет. Ну, сидеть-то считать-то ты можешь. Выставить все запятые слова правильные, произнесенные. Лишние слова паразиты, которые там у меня есть, ну вот. Выкинуть. Ну, найдите мне, помогите. Я буду называть сейчас, которые могли бы помочь. Брат Константин, ты мог бы помочь. У меня супруга занимается. Супруга занимается уже. Вот, а значит, что означает? Ничего не получится. Слушай, он сзади махнул рукой куда-то в эту сторону. Ты не скажешь, что он махнул, на кого показал. Он говорит, что я уже этим занимаюсь. Тебе же они говорят, в один день делают-то. Ну, пришла тебе, вот, Девора, которая перепечатывала, из видео. Она говорит, тройная польза. Во-первых, я могу научать, дальше учусь хорошо печатать. И гляжу, как... Она сразу нашла три причины, которые положительные, чтобы понимать. Ты тебя как с гармотикой? Плохо в последнее время. Один говорит, я бы сделал, говорит. Но у меня сейчас-то ниже тройки было, говорит. Ну, кому дать? Это не знает, о чём вещь идёт. Ну, по порядку. Елена? Это в чём будет? В общем, у меня телефон только, больше ничего нет, кроме телефона. Компьютера нет у неё. Ну, вот, конечно, компьютера нет. В общем, тоже компьютера нет. Только телефон. Компьютера нет. Ну, что, я не отдам же свой. У меня купленный. Купил брат вот один. То есть сегодня-то по дереву не маленько, чтобы сказал, не покидайте свой вот один человек. Никак не сломаешь. Почему? Первый, самый первый шаг к рождению. Когда там, тогда всё сразу рассыпается в прах. На занятия, ясно, сегодня не будет. Ведущего нету. Да и так вот задержались. Ну, по порядку. Юлия Викторовна. Помогаешь? Я уже помогла. Заходи на меня. Я тебя скину сразу. Мне 10. Ты постепенно каждую будешь делать. У меня нет времени на это. Что она хочет? Она по времени не успевает. Не успевает. У меня нет доступа к компьютеру. Не успевает времени. Нет, брат. Во времени это Господь поставил нас самим распорядиться. Много или мало. Вот был человек один, батюшкин друг. Был, да он и есть сейчас. Зашёл в магазин. Для Игнатия Тихонова ещё купить какой он у нас. Вот это не надо, не надо. А если я флаг ему куплю? Флаг возьмёт. Он его любит. Купили. По месту. И люди с тебя ссылаются. Вот по третьей. Другие от нас прямо вся. Надо же. Россия столько зла делает. А не флаг ему посчитает. Неважно. Нам Бог дал очень талантливых людей, которые в интернете. Это прямо такие оттенки дадут. Вот и видно, что это речь идёт о плаве. Так, берёшь и помогаешь ещё. Нет. Я ещё могу сказать. Возьму только немного, хотя хоть немного, но возьму. Ну, конечно, немного. А ты брал, который вернул? Нет. Нет. Что? А которая... Ещё не работаю. Одну. А вот недавно одного посла, который Девора нашла, а он как-то Бояльский, или как помил его? Алексей. Бояльский. Бояльский. И так он сколько, уже больше десяти взял. На настолько грамотно. Новый человек совершенно. Я как раз сказал ему, не горжусь, а у меня были тройки по этому. Понимаешь, нет? Кажется, это он и сказал. Ну, теперь сейчас подсчёт буду делать. Кто взял и не отдал. Хотя бы вернуть своё теперь. В какой список попали? Так, у тебя как с грамматикой-то? Я помогу, но только, чтобы после меня прочитали потом. Да, конечно. Это все читали. Которые делают, я не считаю только после Ирины Кондратилов. Надо просто прочитать. Она именно, какие делать эти кавычки, какие они внутри предложения. Дефицит, где и где. Настолько точно. Вот я сказал где-то. А она лезет по интернету и ищет это. Я сказал о божестве одном. Как он? Когда оно было? Правильно мне. Я говорю, да нам это не важно. Я так не могу. Ну, конечно, нужно знать. Вот. Ну, и он начальника. Так. Ну, где-то, кто, кого наших ещё нет, с ним поработайте. Ну, ты весь мой сказ. Слава мне, не знаю. Ты говорили, нет, про пальбу. Это что там? Я говорил, сказал. Там ещё нужно обследовать. И может быть даже предстоит вторая операция. Так, Виталий, это выкарабывается, нет? Бог знает. Кто-то, руководит знает. Во вторник будем весь сценарий акцию перевозить в краевую больницу. Из мамонтова сюда. Он сейчас мамонтова? Да. Ушку бы только. Ну, я всё, благодарю Богу. Виталий. 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 Достойно есть якова истину, Блажитетя Богородицу, Присноблаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувин, И славнейшую без сравнения с Серафим, Безыстрения Богослова родшую, Сучую Богородицу Те величаем. Господи, защити Родину нашу от нашествий на племенников, От внутренних распорий, От беззакония, которое втайне останови делающих зло. Просвети правители страны нашей, Что вы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Что божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, Пусть покаются в небережении Своем, И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, Изреченностью Твоей Библии. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, Что сокрыли имя Твое Бога и Егова. Дух Святой, да наставит нас, Не признавать никаких иных богов вопия, Амба, Отче! Господи, научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды правды Твои. Тебя хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздьяния рук, Как жертву вечернюю благоухание приятное Перед Твоей Словом Благодати Божией. И соедини наши молитвы с молитвой всех святых, Молящих их Тебе на небе и на земле. Ты Бог, сотворивший этот мир и соблюдающий Его, Охраняющий, как зиждитель. Ты, Господь, знающий все прежде бытия. Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голгофских страданий И пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных. Прими и исполни наши молитвы О всех заповедавших нам молиться о них. И мы взываем о незаповедавших, Кому Слово Божие возвесили. Коснись их сердец. Дай им твердо поверить, Что изменение жизни здесь на земле Приносит человеку единение с Богом. Что ты не приемлешь за гробом покаяния, В котором не было принесено здесь Смиренного покаяния. Тебе, Боже, слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, Слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Аминь. С Богом. Соси Христос. Братья, вынесите скамейку одну. Там, закройте, материя. Михаил Сынкович, там вот лежат. Книги закройте там. Выходим.